Наш следующий сюжет о девушке Анастасии, которая практически с первых дней полномасштабного вторжения России пошла защищать родину в рядах военно-морских сил Украины. В детстве Анастасия мечтала стать дизайнером одежды, но в старших классах планы кардинально изменились. Лучшей одеждой для нее стала военная форма, а целью служба на флоте. Девушка пошла учиться в профильный колледж Одесской морской академии. Да, это военная романтика. Мне нравилось во время учебы выходить в море. Я не знаю, чем это объяснить, но там очень хорошо и спокойно. Два с половиной года обучения по специальности эксплуатация радиотехнических средств. И вот перед нами старшина второй статьи, начальник команды связи на корабле военно-морских сил Украины. Там у Анастасии трое подчиненных, среди которых мужчины вдвое старше ее. По должности я их старшина, поэтому так. Они слушаются? Ну, конечно. Они понимают свою обязанность, поэтому выполняют. На корабле девушке больше всего нравится слаженность действий экипажа, уважение друг к другу и постоянное повышение профессионального уровня. Анастасия отвечает за очень важный аспект – связь. Но говорит, на корабле нет более или менее важного участка. Все должно работать как единый механизм. Мы совершенствуем свои знания путем отработки корабельных боевых учений, тех или иных ситуаций. Борьба за выживание, аварийная тревога. Мы все прорабатываем, чтобы в таких условиях экипаж знал, какие действия им необходимо выполнять. Не успела Анастасия закончить колледж, как началось полномасштабное российское вторжение. Без колебаний девушка пошла служить. Говорит, страшно не было. Наоборот, за последние несколько месяцев стала смелее. Повзрослели мы все. Война всех изменила. Я понимаю всю ответственность и риски. Но все-таки, что это риски и тяжело, оно никак не повлияло на мое желание служить на корабле. Анастасия делится. Это внешне она хрупка, скромна, молода. Но если понадобится, может показать настоящий железный характер. Между прочим, девушка очень мотивирует желание доказать, что женщины могут выполнять боевые задания наравне с мужчинами. Ну, то, что женщина к беде, это такие старые стереотипы. Мы идем к современности. И все же, лично я заинтересована в том, чтобы доказать обществу, что как мужчины, так и женщины, они равны. Сегодня девушка мечтает о скорейшей победе Украины. Она хочет стать офицером и как можно чаще выходить в море. Мы показали уже свой уровень, поэтому я горжусь нашими вооруженными силами Украины.